Дорогие друзья, именем Господа нашего Иисуса Христа я приветствую вас всех. Очень рад, что мы можем снова иметь общение, что мы живы, здоровы, за то, что Господь продлевает милость свою и каждый день, каждое утро ее обновляет для нас. Сегодня хотелось бы продолжить тему последнего времени и знамения конца. Друзья, эта тема непростая, но очень интересная. И наблюдая за активностью, за вашей активностью, я вижу, что это очень волнующая тема. Это тема, о которой сейчас задумываются многие люди. И благодаря вашим комментариям, благодаря вашим замечаниям, я не знаю, одним словом, вашей активностью, я могу видеть, что это важная тема и тема, о которой нужно говорить. Кто-то писал очень негативные комментарии, кто-то обзывал меня лжецом и еще другими словами. Но над всем наш Господь, и поэтому эту реакцию, в принципе, я ожидал, я был к ней готов. Хочу выразить огромную благодарность тем, кто каким-то образом проявлял свою активность и участвовал в наших диалогах, дискуссиях и так далее. Некоторым хотелось бы сказать, чтобы вы внимательнее слушали, потому что были такие вопросы непонятные о какой-то там красной корове и еще других вещах, о которых я еще даже не говорил. Сегодня мы поговорим. Кто-то верит во все это, кто-то вообще не верит. Кто-то впервые это слышит и начинает задумываться. Но, знаете, прошел какой-то период времени, и кое-что мы уже можем увидеть. Кое-какие события уже произошли. Каких-то событий мы будем ждать, мы будем смотреть. Возможно, ничего не случится в этом году. Будем молиться, будем борцовать и ждать Иисуса дальше. Ничего страшного не произойдет. Как уже говорила в прошлый раз, хуже, если мы ничего не делаем, если мы ни во что вникаем, если мы ни во что не верим, если мы на каждую какую-то теорию или какие-то знаки, мы начинаем просто говорить, что это неправда, этого всего нет, но сами ничего не смотрим, ничего не изучаем, ни во что не вникаем. Поэтому сегодня вначале я хотел бы немножко так напомнить то, о чем мы говорили в прошлый раз. И зачитаю еще те пункты, вернее, о которых мы будем говорить. Опираясь на те знаки, которые Господь Иисус Христос дал ученикам Своим, когда они спросили Его, когда же тот день настанет, когда будет, или какие знаки Твоего пришествия того дня, Господь Иисус Христос им указал на смоковницу, как прообраз Израиля, и мы предположили, я еще раз говорю, мы предположили. И я не говорю тут то, что я так считаю, или я так решил, мне так открылось, или мне Бог это указал. Я хочу осветить просто некоторые теории, некоторые возможные теории, предположения, для того, чтобы мы вместе порассуждали, вместе начали вникать. Наверное, самой важной целью, которую я, наверное, преследую, это будет побудить или разбудить в вас, вообще в нас, я о себе это еще так же говорю, разбудить в нас желание изучать Священное Писание и этот вопрос. Так вот, предполагая, что смоковница, которая вновь пробуждается, это Израиль, который пробудился, который стал снова государством, независимым в 1948 году. И подсчитав, мы предположили, что, возможно, 2021 год, это есть начало последней седьмины. Последней седьмины и седьмины, которая будет отведена для народа израильского. Так оно будет, не так, я думаю, мы увидим. На данный момент мы можем увидеть уже следующее, то, что впервые, наверное, в истории человечества вообще в израильском народе отменилась Пасха. Раввины очень сильно старались, чтобы она случилась. Дело в том, что сейчас на месте, где находится мечеть, мечеть Алякса, там очень мало мусульманов, и все больше и больше посещают это место израильтяне, евреи. Так вот, раввины хотели в этом году принести там жертву. Они подали прошение премьер-министру Израиля, чтобы совершить жертву. Мы об этом поговорим, почему именно рыжая телится и так далее. И было, в принципе, для этого все готово. Но разрешение от премьер-министра они не получили. Точно так же, как не разрешили праздновать Пасху в этом году. По некоторым данным, Пасха переносится на сентябрь, если я не ошибаюсь. Вот, поэтому нам остается ждать и наблюдать, что будет происходить. Мы не будем останавливаться на других происшествиях подробно сегодня, так как есть тема важнее, и мы очень сильно ограничены во времени. Итак, в прошлый раз мы говорили о проклятой смоковнице. И это единственный пункт, который мы разобрали. Я не знаю, сколько пунктов сегодня получится разобрать, но постараемся немножко ускориться. И поэтому хотелось бы перейти сейчас уже непосредственно к нашей теме. Тема «Последнее время. Знамение конца». Вначале я хотел бы зачитать стихи Священного Писания, которые записаны пророком Амосом, книга пророка Амоса, 3 глава, 7 стих. Книга пророка Амоса, 3 глава, 7 стих. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам». «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим». С этих слов хотелось бы начать. Сегодня, друзья, хотелось бы поговорить о знамениях на небе, которые, в принципе, уже произошли. Но для начала хотелось бы задать один простой вопрос. Когда в последний раз вы наблюдали за Луной, звездами или облаками, находим ли мы время для того, чтобы посмотреть на все это? Ведь, читая в Священном Писании о знамениях и незачем не наблюдая, мы навряд ли что-то увидим. Конечно, что-то мы способны, возможно, увидеть нашими глазами, но некоторые вещи, я предполагаю, что глазами мы увидеть бы и не смогли. И поэтому здесь есть смысл посмотреть и заглянуть, возможно, в научную литературу, в какую-то научные труды, какие-то, возможно, новости за последние несколько лет в сфере наук, в сфере астрономии, возможно. Но некоторые вещи, скорее всего, без определенных новейших технологий увидеть мы и не сможем. Я говорю сейчас о телескопах и о различных других новшествах, которые на данный момент, и с помощью которых на данный момент мы можем увидеть то, что, скажем, несколько тысяч лет назад люди видеть не могли. Друзья, это удивительно, как Бог на протяжении всей Библии, всего Священного Писания, от бытия до откровения, точен и, я бы сказал, пунктуален. Он делает свои дела в то время, когда Он назначит в назначенное им время. Не тогда, когда нам это будет удобно, не тогда, когда мы захотим этого, но когда Он запланирует это. И именно поэтому, я думаю, нам не стоит ничего утверждать, или говорить, что это именно так будет, но доверяясь Его воле, будем рассуждать, будем молиться и просить у Бога мудрости. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Читая Священное Писание, мы можем увидеть, что праздники очень важны для Бога. Он их Сам устанавливает, Он дает повеление нам, народу Божьему, чтить эти праздники, соблюдать эти праздники. Очень много интересных праздников мы можем наблюдать в народе израильском. Так как это избранный народ Бога, именно этому народу Господь Бог дал свои заповеди, законы и уставы. Совсем недавно мы вспоминали праздник, очень важный праздник в израильском народе, и для нас точно так же он стал важным, это Пасха, Песах. Многие другие праздники, которые тоже не случайны, и определенные события, которые произошли в эти праздники, были тоже не случайными. Мы можем наблюдать, например, сошествие Святого Духа в День Пятидесятницы, также праздник пресных хлебов, праздник Тру, праздник Шалашей. Бог всегда придавал этим праздникам особое значение и использовал их. Точно так же, как и тогда, так и сейчас, Бог остается тем же, и Он использует также свои праздники для определенных целей. Он вновь и вновь использует прообразы, какие-то знаки, которые мы можем увидеть. И в 2014-2015 году мы дважды видели удивительные знамения. Тетрады кровавых лун, и обе выпали на израильские праздники Майди. Первый из которых был Песах, рождение Иоанна Крестителя, притчатие Христа, и второй Суккот, рождение Иисуса Христа. Хотелось бы теперь прочитать два стиха от Священного Писания. Это книга Откровения. 12 глава, первый и второй стих. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд. Она имела в очереве и кричала от боли и мук рождения». Друзья, здесь говорится о событии. В принципе, так, если мы посмотрим на слова, на текст, на контекст, на смысл, о котором идет речь, о которой там идет, и смысл, который вложен в эти слова, мы можем понять, что знакомая какая-то ситуация. Мы знаем уже об этом, мы где-то читали об этом. Но говоря о небе, о том, что это знамение явилось на небе, нам представить это достаточно сложно. И без определенных технологий увидеть это не получится. Так вот, это событие, о котором мы только что прочитали, произошло 23 сентября 2017 года. Как говорят ученые, которые наблюдают за этим, у которых в руках телескопы очень мощный, они говорят, что произошло то, что может произойти лишь раз в истории. В этот день вдоль созвездия Девы, мы знаем, что есть различные созвездия, в этот день вдоль созвездия Девы проходило Солнце. В этот день под созвездием Девы встала Луна. То есть под ее ноги встала Луна, как здесь написано, под ногами ее Луна. На голове ее венец из 12 звезд. В этот день 9 звездам, образующим созвездие Льва, подошли еще 3 звезды. Венера, Марс и Меркурий. И эти звезды в буквальном смысле образовали венец над ее головой. Над головой созвездия Девы, как и сказано в пророчестве. И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в Солнце, под ногами ее Луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли ему к рождению. В этот день из созвездия Девы, из чрева звездия Девы вышла планета Юпитер. Кстати говоря, Юпитер, который символизирует младенца, находился в животе Девы ровно 9 месяцев. И именно в этот день он его покинул. Достаточно интересная информация. Конечно, мы сами это не можем увидеть. И сложно вериться в то, что мы не видели своими глазами. Но читая это знамение, которое мы прочитали в Откровении 12 главе, в 1-м и 2-м стихе, я думаю, здесь понятно, что это произойдет точно на небе. И это не будет какой-то голограммой или картиной. И скорее всего, действительно, здесь связано что-то с созвездиями. И Бог не просто сделал так, чтобы эти созвездия были. В Бытие еще мы читаем, для чего Он сделал звезды, для чего Он сделал луну, для чего Он сделал солнце. И там ясно написано, мы прочитаем в Бытие, в 1-й главе, в то время, когда Он творил мир. Ну, что здесь сказано? Бытие 1-й глава, 14-й стих. «И сказал Бог, да будут светило на тверде небесной для отделения дня от ночи и для знамений, и времен, и дней, и годов». И для знамений. Поэтому, руководствуясь вот этим текстом, можно понять, что звезды, созвездия, которые мы имеем, о которых нам известно кое-что, Господь Бог создал именно для знамений. И читая вот этот текст, я думаю, здесь понятно, что это будет именно из звезд, из знамений звезд. Вот. Как я уже говорил, мы проверить ничего не можем, мы не способны были в тот момент, посмотрев телескоп. Вот. Но, доверяя этим ученым, если мы верим этим словам, то вот такая вот информация, друзья, есть. Два события, два знамения, которые произошли в 2014-2015 году, это тетрады кровавых лун, когда, в принципе, это было достаточно такое шумное событие, когда говорили о затмении, о лунном затмении. Но лунные затмения уже были. А это была на самом деле кровавая луна. Очень большая кровавая луна. Многие люди видели ее воочию. Я думаю, возможно, кто-то из вас тоже видел, может это подтвердить. Конечно, мы представляли, наверное, это по-другому, благодаря нашему воображению. Кто-то, возможно, представлял, что луна действительно превратится в кровь. Но если представить, как это будет, сложно, да? Предположить можно, что это действительно то и было, о чем написано. И в 2017 году произошло то событие, о котором мы только что говорили. Что эти события значат? Можно предположить, не утверждать, а предположить, что с 2014 года по 2021 год это мирные седмины. Мирные седмины и прообраз мирных семи лет. И, следовательно, это указание на то, что с 2021 по 2028 год это время последней седмины. И мы вплотную подошли к последним дням и этим событиям. И, возможно, наше поколение действительно последним. Возможно. Друзья, это одна из многих точек зрения, которые мы сегодня рассматриваем. я понимаю, что сейчас такое время, когда сложно говорить вообще о мирных седминах, о мирной седмине, потому что то, что происходит вокруг нас, это, мягко говоря, необычно, очень необычно. я не могу сказать, что кто-то вообще когда-то мог представить себе Пасху не в церкви. Я думаю, что вы также сейчас смотрите, слушаете и, наверное, соглашаетесь с тем, что мы не знаем таких людей, которые нам бы рассказывали о том, что в какой-то год отменили вообще Пасху, ничего не было, просто нельзя было собираться и все, и все послушно сидели дома. Это событие, я думаю, войдет в историю. Но, тем не менее, мы сейчас живем, мы живы и мы смотрим, мы наблюдаем. Мы потихоньку переходим к следующему пункту и хотелось бы еще несколько интересных событий последних дней осветить. Конечно, можно было бы об этом не говорить и многие не говорят, боясь, что это не так, что будет, возможно, совершенно по-другому, я окажусь в неприятной ситуации. Но это решение каждого. Молчать или говорить, предполагать или же вообще не вникать. Прежде всего, я надеюсь пробудить желание многих из тех, кто будет смотреть это видео, исследовать и изучать Священное Писание. Возможно, кому-то будет это полезно для того, чтобы задуматься, а если это все так, а где буду я, когда придет Иисус? Возьмет ли Он меня с собой или я останусь просто Спасибо за субтитры!